Благо теперь это точно не очередная шутка от Шакана. Хотя и без него в Казнете ежедневно появляется информационный мусор, который все обсуждают по несколько дней. Как отличить адекватную новость от фейка? Для чего народ дурят и отвлекают такой ерундой? В Казахстане предлагают контролировать скорость движения при интимной близости. Пожалуй, только ленивый не обсудил эту новость. А варианты переименования государства в невесть что? Или же когда НАСА открыл 13-й знак зодиака? А ведь пока обычные граждане ломают насчет этого голову, мимо проходит важная информация. Почему мы так реагируем? 80% это госсектор, откуда идет неправильное информирование, неправильная работа с населением. Сейчас больше вызывает доверие именно то, что написано в интернете. Проблема в том, что перепроверкой фактов занимается очень малое количество людей. Поэтому сегодня казахстанцам необходимы факт-чекинговые ресурсы. Это может быть обычный онлайн-портал, который перепроверяет любые новости. Они прямо проверяют факты, насколько это соответствует действительности и всем остальным. Это неблагодарная работа, это очень сложная работа, но думаю, что она нужна обязательно. Но даже такие ресурсы могут не справиться с потоком фейковой информации. В это дело должен подключаться каждый. Чем больше появляется информации, тем менее человек способен в ней профессионально разбираться. Если хочешь иметь иммунитет от них, ты должен пользоваться разными источниками информации. То есть следует научить себя каждый день много читать. Если есть сомнения в правдивости новостного материала, то нужно найти первоисточник. В этом плане телеканалы дают фору соцсетям, где чье-то рандомное мнение порой принимают за экспертную оценку. Яна Пучкова, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревю.